Военнослужащая Российская Федерация «Сейчас продолжаются несколько треков многоуровневых переговоров. И это такая стратегическая цель и задача. Это обмен всех на всех. Но вместе с тем не останавливаются переговоры по отдельным обменам, последний из которых недавно состоялся. И они будут происходить ещё в ближайшее время. То есть это многоуровневый процесс. И Украина делает всё возможное, чтобы возвращать всех своих защитников домой». Украина соблюдает все Женевские конвенции в отношении российских военнопленных. У них есть возможность раз в несколько дней общаться с семьёй по телефону. Им предоставляют трёхразовое питание и оказывают медицинскую помощь. Причём, в отличие от России, Киев допускает к военнопленным представителям международных организаций и прессы. «Это цветошумового канала так вот? Может быть? Может. Оказывается, может быть, да. А предоставили вам помощь? Ну, ясно, предоставили, в общем-то, да. Ну, наверное, пообщаться придём. Нет, я просто дам в двух словах, чтобы понимать, что это самое. Ну, восстановлению подлежит. Да. Всё будет нормально. Да. Хотели воевать? Нет. Ну, вы, наверное, шли попросили, заберите меня. Я хочу очень воевать. Нет? Нет. Понял. Мне вообще институт отправили. Для организации безопасной сдачи в плен российских военных Украина запустила проект «Хочу жить». Он информирует об алгоритме действий и даже организовывает процесс сдачи. С началом путинской мобилизации количество обращений в колл-центр значительно выросло. Для россиян, которые не желают участвовать в этой преступной войне, даже предлагают специальные условия. Все добровольно сдавшиеся будут оформлены, как попавшие в плен в бою. Это сохранит все выплаты и льготы, полагающиеся для российских военнослужащих, и защитит от возможного преследования. Предлагаем сдаться в плен, предварительно обсудив условия сдачи с уполномоченным представителем украинского командования. Из официального телеграм-канала проекта «Хочу жить». Родственник мобилизованного или он сам, если хочет остаться в живых и не хочет совершать преступления, может обратиться на горячую линию проекта «Хочу жить» по номерам телефона, который вы видите на экранах. Данил Кобза, Владислава Людная, для телеканала Freedom. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова